В единстве наше будущее. Такой была главная тема прошедшего минувшие выходные круглого стола. Руководители 25 чувашских национально-культурных автономий страны обсудили вопрос о сохранении и развитии национальной культуры, традиции и языка. Чуваши – пятый по численности народ в России. В 37 субъектах Российской Федерации и 7 зарубежных странах действуют около 100 национально-культурных объединений Чуваши. Их количество продолжает расти. К примеру, за последние годы в Республике Башкатарстан, Самарской области созданы новые центры. Документы для регистрации готовит Крымская и Республиканская Чувашская национально-культурная автономия. В конце 2016 года уже зарегистрировался Чувашский культурный центр Свердловской области. Некоммерческие организации нужно поддерживать, выделять средства. И сейчас грантовая поддержка как раз и начинается. Мы понимаем, что мы сами должны в этих грантах участвовать. И я обещаю, что со своей стороны будут поддерживать. И как депутат Государственной Думы, лоббировать интересы получения этих грантов. Финансовая поддержка необходима, особенно таким проектам, как, например, фестиваль-конкурс национального костюма. В этом году он впервые был организован по инициативе национального конгресса. Пока в нем участвовали только представители Чувашии. Но уже следующий фестиваль должен стать межрегиональным. Мы смотрели, и очки, и луку взяли. И какие там ценности этой серебряной монеты. Вы знаете, гордость поднимается за этот древний чувашский народ. За то, как люди умеют хранить традиции. Как люди умели, сумели сохранить эти главные уборы. Победители конкурса национального костюма определяли в пяти номинациях. Лучшими стали представители Канарского, Красночитайского, Яльчикского и Чебоксарского районов. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Андрей Шоклик, Республика.